Драйвер Параллел Лайенс Друзкой на то, что драйвер никогда не позиционировался как оппонент GTA, он безнадёжно отстал от лидера жанра. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Ubisoft второй раз искренне пытается адаптировать игру под традицией персонала и во второй раз превращает её в нечто совсем не похожее на оригинал с Xbox. Локи — это очередной Диабло-клон, который не сильно спасает качественная картинка и некоторые оригинальные идеи вроде поклонения богам. Алоха, братья мои геймеры! С вами снова Фак и Борик. Фак — это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, переходим к делу. Нью-Йорк 78-го был самым клёвым местом на планете. Все веселились, и я не был исключением. С такой вот нехитрой философией начинается действие игры «Драйвер» — параллельные линии, уже четвёртой в серии. Предыдущие две части не смогли развить успех оригинала, так и оставшись аутсайдерами жанра. Посмотрим, что же приготовила для нас Ubisoft и чем отличаются похождения нового героя The Kid от отправленного в запас офицера Таннера. Действия игры происходят в Нью-Йорке двух эпох. Отсюда и название про параллельные линии. Конца 70-х, когда наш герой связался с плохой компанией и стал работать на неё. И наших дней, когда он вернулся после тюрьмы, чтобы потребовать платы по счетам. В принципе, сама фабула и набор сюжетных событий знакомы по многим другим играм криминальной тематики. Но драйвер Parallel Lines выгодно отличается на общем фоне яркими, харизматичными героями, масштабом и отличным стилем. Последний создаётся благодаря шикарно поставленным роликам, отдалённо напоминающим работы Гая Ричи и Квентина Тарантино. Системные требования игры таковы. Pentium 4 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 5 ГБ на винчестере. Драйвер Parallel Lines Осторожно косясь на полицию, а можем поискать приключения. В игре есть 10 типов свободных миссий, которые зависят от выбранной эпохи. Плюс, конечно же, сюжетные задания. К ним можно вернуться в любой момент. Пятёрка за геймплей. С графикой же всё несколько мрачнее. Технологических революций как будто и не было. Несколько разбавляет картинку, ставшую уже фирменным для серии Driver, режим Slomo. Также на достойном уровне реализована система повреждений автомобилей. На этом, пожалуй, достоинства и заканчиваются. Всё остальное выглядит более чем посредственно. Наша оценка графического наполнения — 4 балла. Что действительно является алмазом-негранённым, так это то, как звучит Driver Parallel Lines. В игре порядка 8 десятков музыкальных композиций, поделённых, как и вся игра, на две эпохи. Спецэффекты также не вызывают нареканий. Звон разбитого стекла, виск тормозов, флегматичные комментарии Кида и его подельников — всё это не заставляет скучать игрока. Пятёрку получает Driver за звуковое сопровождение. Кто-то с этим, конечно, не согласится. Дескать, новый Driver просто подстроился под современные реалии. Но в итоге лишь стал средненьким клоном Grand FIFA Auto, San Andreas, с ограниченными возможностями. Даже со скидкой на то, что Driver никогда не позиционировался как оппонент GTA, он безнадёжно отстал от лидера жанра. Посмотрим, сможет ли Ubisoft выучим развить успех реинкарнации серии. А пока что общая оценка игры — 4 балла. Ни новый герой, ни детализированный Нью-Йорк, представший в двух апостасях, ни другие нового видения не смогли воскресить серию Driver. Перед нами морально устаревший продукт, опоздавший лет на 5. Так же, как и раньше, детища Ubisoft не дотянутся до трона, на котором безраздельно правит Grand Thief Auto. Однако для любителей полихачить в городе, Driver параллельной линии сможет стать отрадой в преддверии выпуска новой части GTA и занять их на несколько часов. А сейчас ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. «Никак не могу понять, какие ограничения скорости действуют в городе?» Отвечаем. Да, действительно, в городе нет ни одного знака, предупреждающего о максимально допустимой скорости движения. Однако путем опытных проездов мимо копов можно выяснить, что эта черта находится на отметке в 70 км в час. Следующий вопрос. «Почему, когда я меняю машину, полицейские в итоге все равно меня вычисляют?» Отвечаем. В игре есть два индикатора вашей криминальности. Один отвечает за самого Тикея, другой за авто. Если у машины нет тонировки, а сама она чиста, то копы, оказавшись рядом через какое-то время, смогут определить, что в машине сидит кит, находящийся в розыске, и автоматически присвоит авто тот же статус. Следующий вопрос. А можно ли в драйвере покататься на метро, на катере или даже полетать на вертолете? Отвечаем. Нет, нельзя. За такими развлечениями вам прямая дорога в GTA. Тем не менее, в игре присутствует танк, который вы можете запросто оседлать и даже устроить маленькую войну в условиях города. Диабло Клонами Не забывай ему невиданные вещи. Успех этой незамысловатой игры превзошел все ожидания. И вот теперь испытать удачу решила компания Cyanid Studio, выпустившая игру Локи. Локи — это экшен-РПГ в полностью трехмерном мифологическом окружении. Игра позволяет своим героям, которые путешествуют через невероятные миры четырех мифологий, стать могучим норвежским воином, египетским магом, грозной шаманкой индейских плен или прекрасной греческой воительницей. Каждый из героев имеет свою предысторию, различные умения и навыки, а следовательно и различные пути развития и стили ведения боя. Нетрадиционно разработчики подошли и к построению компании. Она разбита на четыре части, по числу героев. Каждый сначала выполняет свой набор заданий, а потом переходит к миссиям коллег. Подход странный, но очень забавный и в чем-то даже неплохой. Так, если вам, например, не нравится один из персонажей, то вы запросто можете выполнить его миссии другим. Или наоборот, можете на протяжении одной кампании поменять героев все четыре раза. Кстати, о героях. Они достаточно привычны для поклонников Диабло игр. Воин, маг, амазонка и друид. В продаже игра появилась 27 августа. В России локализацией и издательством занимается компания Акела. Системные требования к локе таковы. Процессор с частотой 2,4 ГГц. Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 4,5 ГБ. Геймплей Локи скучен до безобразия. Винить нужно первым делом заштампованный сюжет, который постоянно забрасывает нас поручениями в стиле «Убей монстра в пещере» или «Собери пять частей артефакта». Мы понимаем, конечно, что это такой жанр, но хотя бы разок можно было придумать что-нибудь пооригинальнее, чем пробуждение злого бога на фоне приближения очередного конца света. Двойка за геймплей. С графика дела обстоят несколько лучше. Высокая детализация персонажей и окружения и довольно реалистично меняющиеся погодные условия. Подкачали разве что межмиссионные ролики. Четверка за внешний вид. Безупречным в игре можно считать только звук. Различные музыкальные композиции, причем довольно хорошего качества, были тщательно подобраны разработчиками под разные игровые ситуации, чего не скажешь о дублировании персонажей. Местами их реплики звучат откровенно смешно и неуместно. Четверка за звук. К сожалению, Локи — это очередной Диабло-клон, который не сильно спасает качественная картинка и некоторые оригинальные идеи вроде поклонения богам. Играть, конечно, можно, но до Диабло 2 и той же Титан Квест проекту далеко. Тройку получает сегодня игра Локи. Да, перемудрили разработчики и с управлением. Оно местами очень неудобное. Например, нельзя продать ненужный хлам сразу всем скопом. Приходится выделять каждую вещь по отдельности, что очень раздражает. Немногим лучшей ситуации и в боях. С персонажем в некоторых моментах просто не совладать. Так что вопросов по Локи накопилось немало. На некоторые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. Я слышал, что в Локи разработчики сделали что-то вроде религии для героев. Зачем это нужно и в каких случаях бывает полезно? Отвечаем. Ваш персонаж может молиться определенному богу, у каждого по три, на выбор, который в награду постепенно открывает доступ к 17 уникальным умениям. Здесь и путешествие в мир духов, и создание персональной черной дыры, засасывающей врагов, и даже возможность переставлять местами жизненные силы с магическими. Вопрос. А как собрать свое уникальное оружие? Отвечаем. Любой топор или меч разрешено разобрать на составные части, а потом собрать новое, более мощное оружие. Для этого нужно использовать магические руны и материал, получаемый после переплавки других предметов. Разбирают и переплавляют вещички кузнецы, но стоит это недешево. Вопрос. Ну никак не могу понять, что у моего героя со здоровьем, и как его лечить. Отвечаем. Система восстановления здоровья в локе довольно необычная. Герой должен остановиться в укромном месте, отдышаться, после чего очки жизни начнут быстро увеличиваться до максимальной отметки. Сделали хоть одно движение, и лечение придется начинать заново. Смотрите во второй части программы. Tom Clancy's Ghost Recon Advance Warfighter 2 Ubisoft второй раз искренне пытается адаптировать игру под традицией персонала, и во второй раз превращает ее в нечто совсем не похожее на оригинал с Xbox. Combat Mission Shock Force Игра, выполнена в аскетично-спартанском стиле, отличается крайне условной графикой, перенасыщена тактическими возможностями и лишена каких-либо признаков дружелюбия по отношению к пользователю. Смотрите во второй части программы. Combat Mission Shock Force Игра, выполнена в аскетично-спартанском стиле, отличается крайне условной графикой, перенасыщена тактическими возможностями и лишена каких-либо признаков дружелюбия по отношению к пользователю. Tom Clancy's Ghost Recon Advance Warfighter 2 Ubisoft второй раз искренне пытается адаптировать игру под традицией персонала, и во второй раз превращает ее в нечто совсем не похожее на оригинал с Xbox. Известная в среде тактических варгеймов серия Combat Mission пополнилась очередной частью, известной как Shock Force. Оставив в стороне тему Второй мировой войны, разработчики предлагают нам возглавить американскую группировку, которая традиционно сеет демократию по всей планете. Весьма стоит заметить специфическим способом, используя новейшие достижения военной науки и техники. На этот раз под пяту бравых ребят на хаммерах попала Сирия. Давайте взглянем, под каким соусом это подается. Сюжет Combat Mission. Shock Force бросает нас в душные объятия сирийских пустынь, где на сотни квадратных километров песка приходится пара пыльных поселков, десяток ошпаренных солнцем жителей и один старый облезлый верблюд, утомленный грызущий останки растительности. В борьбе за этот райский уголок по замыслу сценаристов вы должны порваться на звездно-полосатый флаг. При этом Combat Mission Shock Force вполне способна поразить своей многогранностью. При запуске каждой миссии вы можете выбрать режим боя, походовый или в реальном времени. Первый хорош тем, что отдав приказание войскам, просмотрев очередной фрагмент боя и не удостоверившись результатом, можно отмотать время назад и переиграть ситуацию заново. Это забавно, но не спортивно. Режим реального времени крайне похож на банальные разборки в стиле РТС, более близок массовой аудитории и ошибок не прощает. Системные требования игры таковы. Pentium 4, 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 1 ГБ на жестком диске. Типовое сражение Combat Mission Shock Force выглядит так. Вы сваливаетесь в огромную поросшую куцей растительностью песочницу, среди которой рассованы различные здания и мерзкие террористы. Как действовать далее и каким именно образом выкуривать боевиков из никому не нужного поселка, решайте сами. Благо выбрать есть из чего. Одних лишь способов перемещения в Combat Mission Shock Force больше, чем типов команд какой-либо попсовенькой стратегии про орков. При этом вы можете отдавать своим воякам цепочки команд, варьируя скорость передвижения, готовность к бою, защиту и бог знает какие еще параметры. 5 баллов за хардкорный геймплей. Графически игра неоднозначна. Наибольшее внимание разработчики уделили моделям техники. Зачем было городить сложную систему видимости, честную модель повреждений, выписывать линию поведения каждого солдата, если все эти прелести, собранные в одну кучу, отказываются работать? Четверку получает Shock Force за аскетичность графики, да простят нас фанаты варгеймов. Звук в игре нареканий не вызывает. Бодрые мелодии в стиле индастриал развлекают нас в путешествиях по меню, а поле боя кишит всевозможными спецэффектами. Пятерка за звук. Приступая к плотному знакомству с Combat Mission Shock Force, следует готовить себя к тяготам и лишениям. Современный пользователь известное дело разращен тлетворным влиянием новомодных технологий. От каждой игры он ожидает повышенной доступности, полигонально-шейдерных ваканалий и прочих излишевств. Shock Force же выполнена в аскетично-спартанском стиле, отличается крайне условной графикой, перенасыщена тактическими возможностями и лишена каких-либо признаков дружелюбия по отношению к пользователю. Тем не менее, для жанра она на данный момент бесценна. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Несмотря на ряд досадных ляпов и недоработок, Combat Mission Shock Force остается на данный момент одним из лучших тактических симуляторов современной войны. В нем присутствует так вычитаемая фанатами хардкорность, за которую можно простить разработчикам и банальный сюжет, и линейность игрового процесса. Жаль, конечно, что нам не дают сыграть за воинов Аллаха, однако и тут можно понять почему. Слишком уж разнится тактика ведения боя Востока и Запада. Вопросов по игре может возникнуть немало, и на некоторые из них мы ответим прямо сейчас. Первый вопрос. Можно ли в игре частично разрушать здание и менять ландшафт? Отвечаем. Да, можно. Крупнокалиберные снаряды способны пробить брешь в стене, через которую ваши бравые солдаты способны срезать угол другой. Воронки в земле тоже не редкость. Однако не забывайте про реалистичность происходящего и не пытайтесь из стабельного пистолета разрушить дом, как это часто бывает в конвейерных РТС. Следующий вопрос. У моих солдат быстро заканчиваются патроны. Как их пополнять? Отвечаем. Почти в каждой миссии, где присутствуют пехотные подразделения, в поддержку выдается одна-две боевых машины сопровождения. Когда пехотная единица израсходует свой боезапас, просто прикажите залезть ей в такую машину, и солдаты опять смогут поливать огнем все вокруг. Следующий вопрос. Я застрял на первой же миссии в заключительной фазе. Как мне справиться с бараками? Мою пехоту укладывают еще на подходах. Отвечаем. Нет нужды в задействовании пехоты. Используйте 155-мм снаряды артиллерии в связке с Javelin Bight Summit для того, чтобы расстрелять всю сирийскую технику. Когда с ней будет покончено, прикажите танкам сравнять с землей все малые постройки противника. После этого сирийцы сдадутся. Первую миссию вполне реально пройти без потерь. Пусть это звучит банально, но Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 подобен качественному голливудскому боевику. В нем также много шума, спецэффектов, динамики, но мало свежих мыслей и желания что-то кардинально поменять. Тем не менее, под хруст попкорна, в качестве которого тут выступают, отличная графика, шикарный дизайн и захватывающие перестрелки, все воспринимается на ура. И в итоге оторвать от этой жвачки могут только финальные титры. Когда-то Ghost Recon и Operation Flashpoint шли нога в ногу. Проекты были едва ли не единственными, кто предлагал попробовать свои силы в нетерпящем нытья и аптечек-симуляторе боевых действий. Потом дорожки разошлись, и Ghost Recon направилась покорять консольный лагерь. Там игру научили плохому, заставили выделять врагов и союзников разноцветными ромбиками, отобрали у подчиненных прокачиваемые параметры и право на смерть, сучили взамен внушительный запас здоровья, футуристические гаджеты и оружие, существенно облегчающие боевые действия. Ну а в целом попросили помнить больше не о тактике, а о зрелище. Бойцы снова обрели человеческое лицо и уже не походят на клонов универсалов, которые с одинаковым успехом могут быть и снайперами, и штурмовиками. Два-три прямых попадания, и вы будете отдавать приказы в пустоту. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, полтора гигабайта оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 5 ГБ на жестком диске. Все это заставляет действовать куда внимательнее и осторожнее. Очень кстати, тут пришлась возможность задать подчиненным два режима передвижения. Осторожно, без шума и гамма, или наоборот, веселой ватагой, с аккуратностью отмечающих день ВДВ десантников. Одним словом, тактики прибавилось. Но только в сравнении с первой частью. На фоне настоящих войн и полевых симуляторов это по-прежнему яркое футуристическое шоу, нежели суровая правда жизни. И все-таки наша оценка геймплея 5 баллов. Если отбросить предвзятость, то надо признать, проект как развлекательный продукт удался. Благодарить нужно в первую очередь дизайнеров, которые наполнили Advance Warfighter 2 шикарными, продуманными для мелочей картами, где мы вольны развернуться по полной программе. Наша оценка внешних данных 5 баллов. В такой напряженной игре очень важную роль играет звуковое сопровождение. В некоторых моментах оно вам может сохранить жизнь. Шаги врагов, голоса подчиненных, качественные звуковые эффекты все это увеличивает интерес к игре. Наша оценка озвучки 5 баллов. Ubisoft второй раз искренне пытается адаптировать игру под традицией персоналов и во второй раз превращает ее в нечто совсем не похожее на оригинал с Xbox. На консоли это достаточно динамичный экшен с видом от первого лица, а у нас хардхорный шутер со смертью от одной пули, повышенной частотой сейфлоуд и другими классическими признаками жанра. Наша общая оценка игры 5 баллов. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Хорошая игра. Динамичная, красивая, зрелищная, увлекательная и технологически продвинутая. Притом более сложная и тактически емкая, чем первая часть. Ей бы еще действительно умный искусственный интеллект. Ну а настоящей симуляции реальных боевых действий у Ubisoft можно не просить. Ныне игра несколько иначе себя позиционирует. Если вас все устраивает, смотрите дальше. Ваши вопросы, наши ответы. Первый вопрос. Подскажите, зачем нужна машина Мул? Отвечаем. Во-первых, вы можете брать из нее боеприпасы, а во-вторых, ею можно управлять, тогда она поможет обнаружить врагов или будет прикрытием. Следующий вопрос. Подскажите тактику в миссии с электростанцией и плотиной. Уже 4 часа не могу пройти. Отвечаем. Если напарник умер, не получится взорвать второй вертолет, так как у вас всего одна ракета. Если напарника постоянно убивают, оставьте его в начале дамбы и подберите с какого-нибудь трупа снайперскую винтовку. С ней будет легко зачистить район. Следующий вопрос. Когда появится медик? Уже 7 миссий прошел, а его все нет и нет. Как бы жить охота? Отвечаем. В PC-версии медиков нет. Следующий вопрос. В первой миссии закончилась С4. Что делать? Отвечаем. На миссию выдают достаточное количество взрывчатки. Ровно столько, сколько нужно. Следующий вопрос. Помогите! После второй миссии игра выходит в окно статистики, и новые миссии не появляются. Ну что мне делать? Отвечаем. Играйте на более высоком уровне сложности. Следующий вопрос. А как уничтожить вертолеты в девятой миссии? Отвечаем. У напарников есть наводящиеся снаряды, если в брифинге их не заменить на другое оружие. Заходите в карту, выбираем напарника, нажимаем F2, там же кликаем на вертолете, затем F5. По-другому никак. На сегодня это все. Меня зовут Борик Роттер, это был Фак. Заходите в форум на сайте moustv.ru. Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamoustfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok